Привет, зритель! Думаю, лучшего шанса обозреть эти книжки вряд ли представится. Я тут как бы убираюсь, а фоном у меня там может слышно эту самую стиралку. Так, как бы так, ровно, неровно. Как-то вот стою вроде и не как бы. Вот так. На косе бока. Ну, короче, как-то так. Не, я, конечно, могу тебя ужаснуть, зритель, и показать сейчас, что у меня тут на кровати делается. Я когда ела киви, то кота сюда не пускала, закрывала дверь, потому что, ну, как бы, возможно, другие коты, они как бы повменяемее в этом плане. А вот мой, он очень захочет тут все расхреначить. Тут вон синяя свечка, голубая точнее видится, от Лены из Экпатории. Свечка-ракушка от Натальи из Киморда, еще в 2016 год. И вообще много всего такого. Часть вон туда переехала каких-то вещей. Я тут пыль стираю капитально так. Ну, и подумала, что как бы, да, вот перед Новым годом убираюсь, то есть все, что можно бы обозреть и книжки. У меня, возможно, на голове не совсем та прическа, которая должна быть. Я тут в кадр все-таки влезла. Короче, и тряпочка. Я сейчас тут буду протирать тряпочкой некоторые вещи. Самопальная картинка. Батик. Лет в 16 рисовала. Если кто хочет, могу продать по баснословной цене. Короче, тут как бы по большей части моя библиотека. Часть, конечно, какой-то моей библиотеки. Я еще в той квартире отдала. Ну, библиотеки другие. Вот, чтобы себя видно было, да. А это есть какие-то книжки еще именно вот мамин, там, дедушки на библиотеке. Гёте «Страдание юного вертера. 1956 год». Я его не читала. Мне он почему-то нравился чисто по названию. Кто читал, поделитесь мнением в комменты. Может, когда-нибудь и я прочитаю. Заодно узнаю, что у меня тут. У меня осталась единственная, наверное, книжка из тех, что мне покупала мама, когда мне было там три с половиной года. Я читала по-русски и читала по-английски. Good morning. Доброе утро. Тут строчка на английском, строчка на русском. Такие вот стишки. Без моего ведома у меня такие маленькие книжки. Глаза заведущие, лапы загребущие. Всякие как бы родственники маленькие захапали под одобрением других родственников. Знаете, я считаю, что это неправильно. Потому что вот ребенок мелкий, думая, что ему уже везде все позволено. В чужом доме, в чужой квартире, в чужой комнате. Ладно, там родственников все равно без разницы. Чужая комната. Хапать то, что ему приспичило, это в будущем будет, если его не перевоспитать. А перевоспитывать обычно поздно уже в таком. Там годов, лет в семь так вспоминают. Ой, что-то у меня на шею сел, надо бы его перевоспитать. Сейчас. Они могут это так же себя вести в других квартирах и уже как бы в более взрослом возрасте. И будут считать, что это нормально, еще обижаться и удивляться почему-то им нельзя. Если раньше было, можно. Так, английско-русский разговорник. Когда-то в 2000 году я его покупала. Финский в кармане. Финско-русский разговорник там еще в конце грамматика. Ух ты, слушайте, тут анекдота. Стой изгулять с сыном. Вдруг малыш спрашивает. Папа, папа, кто это там стоит? Отец, присмотревший, отвечает. Ост, сынок, это финские бегуны. Финны бегут кросс. В 2001 году я это еще заказывала через питерскую какую-то там. Библиотечную, не библиотечную. Ну, в общем, книжную, магазинную сеть. Они вообще чуть ли не там. Да, это Питер. Ну, какую-то книжку я заказывала даже через Питер. Но при этом они заказывали через Пинку. Так, у меня тут, оказывается, есть Араху-Пирамид. Это не та моя коллекция из 35 колод карт, которая была когда-то в детстве, лет в 15. Сформировавшаяся полноценно. Это уже так, потом я что-то докупала. Когда-то я это купила, потому что тащилась от Македонского. Маман моя тащилась от Пушкина и от Македонского. Македонский, который Александр Второй Шулен. А, или первый хрен его знает, я уже забыла. Короче, который великий. Который тащился от Кира Химинина, от которого я тоже тащусь. Азбука средневековья. Повесть о рождении и победах Александра Великого. Я ее не осилила, потому что там православие притянуло непонятно зачем за уши этого Македонского к себе. 330 какой-то год до нашей эры. Даже по неправильному исчислению, которое у христиан идет, вот до нашей эры, наша эра, это Рим, там захватил что-то и все, пошла наша эра. Да, наша эра, это Рим еще не успела захватить. Приравнивается к Рождеству Христову. Но Рождество Христово случилось за 7 лет до нашей эры. До Рождества Христова, да. И, в общем, это каким-то образом жарко стало. Приравнивается вот этот Македонский к этим местам. Там, конечно, все из пальца высосано. И вот на тот момент я очень разочаровалась этим всем. Сейчас гляну, какого года, может, как-нибудь осилю. А, тут рассохлась уже вся. Судя по всему, 2006 год, да. 2006 год, Санкт-Петербург, издательство Азбука Классика. Обычно у Азбуки Классики были хорошие книжки, но иногда они почему-то издавали вот такое говно. Так, это мне по наследству от одной моей подружки, которая меня познакомила с интернетом более близко, чем другая до этого. У той и другой одно и то же имя было, Света. Алистер Кроули, дневник наркомана. Классика. Наследство Терен, Наумовой Эссам. Дальше не буду читать. Она просто была не очень хорошая девушка. Ну, я думаю, что в каком-то плане у нас с ней был положительный обмен того, что мне хотелось. Ну, как бы взаимовыгодное сотрудничество, скажем так. Я пыталась его читать, но что-то, мне кажется, не пошел. В общем, он у меня так стоит. Хотя, как бы, я в свое время очень увлекалась, изучала такую кучу всяких статей, писала, что-то даже выписывала. Девиантное поведение мне очень нравится, даже какой-то реферат, курсовик, хрен знает, что писала в педе. Вроде как, может, не только в педе. Ну, вот, как-то и Кроули там мне в свое время был интересен, и девиантное поведение. Но что-то у меня вот вонаркоманский дневник не пошел. У меня тут есть... Блин, а я бы не забыла, что у меня тут есть. Необходимые коды команды, Linux, командный справочник. Правда, некоторые команды устарели, и уже не тот эффект идет. Но все, уже 2015 год. Киев, Москва, СПБ. Путешествие в страну чтения. На французском. Там даже какие-то упражнения. Я когда-то скупала книжки такие на французском и на английском. У меня еще были детективы на английском, французском. А потом какую-то библиотеку задарила. Так. Последняя, единственная книжка. Вообще, слушайте, у нас была такая феерическая женщина, которая помогала ухаживать за бабушкой в определенный год жизни. И она вот... Ну, можно понять, когда тырят сервис. Нет, я такого не понимаю, но... Если очень сильно притянуть за уши ситуацию, можно понять, когда тырят сервис. Можно понять, когда тырят деревянную подносик, который делал дедушку вручную работу. Можно понять, когда тырят постельное белье. Можно понять, когда обчищают человека. Вот прям все, что не приколочено. Можно понять, наверное, когда хозяин выходит из комнаты в коридор и заходит на кухню, и увидит, что человек из ящика, где картошка находится, ха-ха-ха-ха-ха-ха, все это в пакет свой. И собирается уходить, и говорит, типа, а вы вообще что делаете-то? А вам в ответ, не, а тебе что, жалко что ли? Я такая тут бедная, несчастная. Пофиг, что вы мне деньги платите. Но я не догоняю, как можно коммуниздить две трети из коллекций маминых книжек по Пушкину. Пушкинское окружение. Пушкин, Пушкин, Пушкин. Вот этот Александр Сергеевич, который. Тот, который дофига всего написал и считается типа литературной российской классикой. Короче, это единственная книжка, которая у меня осталась из этой коллекции. Нет, там часть была книжек, которых я все-таки выжиле от этих шаловливых лапок. И я их задарила в библиотеке, но вот книжку вот эту оставила все-таки. На всякий случай так, пусть будет. Типа память. Так, хронические знаки, символы мудрости. Это я где-то покупала, когда где-то была. Наверное, может, даже когда-то где-то обозревала, но что нет. Ва, мечеть Казани, нежное стремление к небесам. Я вообще как бы тащусь от этой Кул Шарифа. Даже внутри была, в общем, вот. Тоже когда-нибудь прочитаю, если еще не читала. Книжка вообще как бы, я в детстве читала, мне что-то так нравилось. Это тогда еще было в тему. Сейчас вообще, я удивлюсь, если кто-нибудь в комментах напишет, вау, я это читал, да. Юрий Яковлев, Саманта. Я ничего говорить не буду. Просто мне интересно будет, кто-нибудь читал это вообще, представляет, о чем оно. Так, Александр Македонский. Ну хрен ли. Кто вообще автор-то хоть? Это уже 2002 год, 10 декабря 2002 года я покупала. Аэв Понев, исторический роман. Не, вообще, мой первый книжка про Македонского, это был Любовь Воронкова, сын Зевса, Глубевиков. Вообще, он как бы у меня должен быть, я надеюсь, что он у меня все-таки еще жив тут. В общем, вот книжка. Что тут у нас еще? О, первые шаги в японском, слоговые азбуки Хирогана и Катагала. Гегегей. В декабре 2015 года я ее приобрела на одну. Тут даже вроде что-то лежит. А может и не лежит. Нет, не лежит. Просто она так выглядит, будто что-то лежит. Вот. Вообще, она сделана в 2001 году. Я такая бы тетрадь. Тверь. Схема. Правильная ориентация. Мы с подругой ездили в Тверь как-то. Что у нас? Суздаль. Мы тоже с подругой как-то ездили. Я, по-моему, даже эту Суздаль обозревала в плейлисте книги о книгах и что-то в этом роде. Вот дальше пошли книжки. Нет, сейчас я к ним в последний момент перейду. Тут, значит, что у нас? Тут у меня Бермонский треугольник. Мифы и реальность. Оказывается, все не так сурово, как на самом деле... Как казалось-то когда-то. А когда-то брала в какой-то библиотеке, но они ее, оказывается, списали и в итоге сказали, типа, забирай себе. А это мне, по-моему, вообще какая-то библиотека задарила. Маленький принц на франце. Честно, вот мне кажется, я его до конца не осилила. Или, может быть, читала в детстве, но у меня мало что в голове застряло. Так. Вот дальше пошли. Вот здесь вот книжки, которые, оказывается, я уже осилила. Это вот то, что мне очень нравится. Прям ролик два в одном. Отступник. Вообще, я как бы начала со второй книжки. Я купила ее в 2002 или 2003 году, когда в Кульке училась, тусила. Меня уже познакомили с толкиенистами. Та девочка Света, которая помогла создать мне первый мой e-mail на Яндексе. С ником, который сейчас используется как творческий псевдоним. Он тогда таким и был. И первую часть ника она мне своими толкиенистами выдала, потому что у толки она не было крылатых эльфов. Все, трындец. Чтоб оттуда выпало. Слушайте, тут какой-то чек. 150 рублев. Чек. Ты какого вообще года? Ух ты, не поверит зритель. 16 февраля 2007 года. Это я уже в педе училась. Книжечка. В общем, я в какой-то ларечке. Союз печати типа. Да, 2004 год это оказывается. Я еще с ними тогда как бы еще немножко общалась. Я как бы ее купила. А нет, это другая книжечка. Вот эту я купила, короче. Вторую книжечку. Союз печати. Тоже 2004 год. Ну и это. И потом мне такую же книжечку подарили. Я как бы поняла, что я хочу ее коррекционировать, прочитать, все такое. У меня все, кому не лень, знакомые, знакомые моих знакомых, и знакомые знакомых моих знакомых, их в свое время прочитали. А я вот такой слаупочек. Я ее по большей части читаю, когда лежу в гамаке в деревне. Ну вот как-то в этом году у меня не случилось особо полежать. Короче, я знаю, что по ней есть вроде какая-то компьютерная игра. Я даже благодаря Ютубу узнала, что Дзирта на самом деле зовут Дристы. Ну, в России мы не поняли прикола и сделали из него Дзирта. И я Мензаберан... Короче, тот город, в котором он родился, и еще большую часть названий я читала так, как мне удобно. А когда мне одна из подружек на тот момент говорила, вот этот город, там обсуждали книжку, а я говорю, фига себе, ты что, так считается, да? Короче, начала я знакомство со второй книжки. Потом собрала, по большей части, благодаря Ксюшке, девочке. Мы с ней сейчас уже практически так общаемся, как-то вот, ну, с днем рождения, с Новым Годом. По-моему, так у нас как-то по ее, наверное, цитиве больше интересы разошлись. Ну, она ездила учиться в Москву, я ей давала денежку, или она приезжала, я ей отдавала денежку по средствиям, когда вот она уже это купила. И она мне покупала книжки, чай, буб. Там баба находила мне. Короче, хорошая девочка. Сейчас она, я недавно узнала, что у нее была в Москве одна квартира, а теперь у нее внезапно в Москве другая квартира. Причем была в МО, а теперь совсем в Москве. Ну, не суть, короче, в общем, благодаря ей я смогла эту коллекцию собрать. Что-то я сама покупала где-то в книжном, считала, искала. Что-то мне друзья из Питера привозили. Вот и дубляж был вот с этой книжкой, как раз мамина подруга мне привезла. И я ее подарила в библиотеку. Мы, кстати, с Сюркой познакомились, когда я работала в библиотеке, по два месяца летом на замене, 2005-2006 год, и вот как раз она через меня пошла, говорит, я больше не хочу читать книги со второй до первой и так далее. И этого... То у нас Роберт Сарвадор и «Темный эльф». Серия, по-моему, 17 книг или типа того, там еще какие-то разветвления есть про побочных героев, но мне как бы это уже неинтересно, мне тупо сам эльф как бы больше нравился. С моего пинка она и Волкодава прочитала, которого Мария Семенова, которую я задарила в библиотеку потом. В какой-то момент я разочаровалась в этом Волкодаве, у меня еще был знакомый такой вот Волкодав-Волкодавом конкретно, даже рисунок какой-то есть по Волкодаву, Волкодав-Волкодав. Ну, в общем, как-то меня в плане вот ГГ или там личности вот больше как-то «Темный эльф» устраивает. Ну и то как-то уже вот, ну, видимо, прошел тот момент, когда он меня устраивает. С другой стороны, если это воспринимать, как, допустим, новеллу, по которой, допустим, возможно, есть аниме или манга, еще что-то, то тоже идет. Просто, видимо, меня больше как-то утянуло в эти аниме-манги. В общем, что тут у нас? Отступник, изгнанник, воин. Я подплывала отступник, Ступник, изгнанник, воин. Это первая часть, а дальше уже пошло, видать, как трилогия там, все остальное. Причем одна моя подруга, которая сейчас в Калининграде живет, она мне все время сказала, ой, он где-то там в 80-х это начал писать. И вот, с одной стороны, одна информация, что он вообще-то в 80-х написал, в России только спустя 20 лет перевели, а по другой, будто он совсем недавно так это написывал, там где-то в начале 2000-х. Так-то у нас, магический кристалл, серебряные стрелы, проклятие рубина. Возможно, не совсем по порядку, хрен знает, но я вроде ставила по порядку, если, конечно, туда шаловливые руки, каких знакомых не залазили, ну, гостей, которые достают, потом убирают, никак придется. темное наследие, беззвездная ночь, нашествие тьмы. Одна книжка, которую я читаю уже несколько лет, года два или три точно, она сейчас лежит у меня, вот там, на моем компьютерном столе, и после нее уже пойдет там, на следующей полке, то, что еще не прочитала. Я пока тут на паузу нажму, чтобы тут протереть и убрать их. В общем, тут у нас, смотри, зритель, ой, я пальцем, палец прискакал, сюда, короче, алтарь, мадоки, или японий, или все вместе. Я удалю обратно, ну, в смысле, отдалю. Сейчас мы с тобой, зритель, будем смотреть другую часть книжек. Можно опустить немножко штатывчик. Правда, в таком случае, меня ты, наверное, в кадре летом не увидишь, потому что оно слегка выше будет. Ну, или можно, в принципе, поднять обратно. Сейчас буду так же доставать, это рапочкой протирать. Чего у нас тут? Ух ты! Эту книжку я еще, кажется, не обозревала. Эту книжку мне моей подруге в библиотеку задарили в нескольких экземплярах и одну она задарила мне. Я ее обязательно обозрю как-нибудь. Ты можешь, зритель, меня как-нибудь, ну, типа, Леля, обозри ту книжку. Ой. Что это? Приключения карандаша и замоделки на ее дружков. Кто-нибудь, если читал, или только я ее читал. В общем, вот, сейчас узнаем, какого она года. 92-й год. Ух ты! Слушайте, это даже мне. Уже в 94-м году мою фамилию как только не перевирали. Не перевирали. Через око, ссорево. Оля, в день окончания начальной школы 25-го мая 94-го года. Мой первый учитель женского пола, ну, в смысле, мой учитель, классный руководитель, живет в доме напротив. Приключения карандаша и замоделки на Росман. Правдивая сказка. Вот. Видимо, поэтому я ее оставила себе тут, как бы, почему бы и нет, пусть будет. ой, там у меня это моя тюльпановая арома штучка. Это у нас Шут Фома и Ерема. Солдат, пешеходцы и другие. Вот эта книжка почему-то дедушку всегда как-то так, это... В общем, он нас называл пешеходцами, мне казалось, что это его любимая книжка. И поэтому я ее решила оставить. Может, тут тоже какая-нибудь подпись есть. Типа, кому-то там на память. А может, и нет. 1984 год. Детская литература. Может быть, потому что она в год моего рождения издана. В общем, она у меня тут. Что тут у нас? Ой! Самопальный самоздат. Это я еще на механке страдала. Сейчас я даже, зритель, ты можешь как-нибудь сказать «Лелика, возри, это счастье в комментах». Механка инк 2013. Сказки у костра. Блога сборка «Ivo Forever». Также известна как «Виртуал Кирилл». Я и забыла, что у меня такое счастье есть. У меня, к сожалению, сейчас уже нет принтера. У меня был этот цветной HP. «Сычек не попавший на благосказки в момент написания был в спячке». Это я рисовала в пейнте. Ту-ды-и! Еще только не бывает тут. Так, какая-то тут энциклопедия «Здоровье. Секреты целебных растений». Полынь, слушайте, надо ее как-то поближе положить. Это мне кто-то из знакомых, видимо, выдал. Так, это я, есть какой-то склад барахла, который я нахапала, когда была в Хельсинке. Там что-то столько всего было халявного такого. Выходите с «Викинг-клаба», там «Возмыты туристы на память себе». Хельсинки 7-2014. Понятно, почему. На память себе, потому что раз, срочка была. Я их, по-моему, даже не все и не стала тогда. Как бы у меня все время был бзик на Финляндии, на финском языке, то еще, ну вот, потом он как-то попритух, потом я как-то узнала, что от «Ярбултура» можно поехать, помимо прочего, еще и в Хельсинки на один день. И вот, как-то вот всплыло оно, что хочется, и я туда поехала. Ну и вот, всякая хрень у меня тут есть. Что-то я кому-то еще раздаривала. Стихия Лениня, по-моему, меня постебала, возможно, это и старой моей библиотеки дедушки, а может, эта подруга меня постебала. Если тут нет печати, моя детская библиотека, это личная библиотека или подписи дедушки, то возможно, что значит, эта подруга постебала. С печатью-то мы с мамой, а нет, это дедушкина, слушайте, это даже бабушкина Киселева. Потому что была еще такая печать, которую, по-моему, у нас ее скоммунизили. Ну, слушайте, вот я вообще на людей поражаюсь, что можно только скоммуниздить. Мне еще в свое время разные мои подруги, когда в гости приходили, говорю, «Люля, у тебя как музей? Вот что квартира, что комната?» Ну, музей же лапами не трогают, а уж тем более они кому-нибудь кистят. Да, кстати, зрители, у меня тут обезьянка одна, я ее сейчас даже найду, протираю я со штучки пыль. Ну, вот не смотри, а зрители у нее, да, я тут ногой заделась, у нее была раньше длинная палочка такая, это специальная обезьянка для кашпо, для вот этих, для растений домашних. В общем, она, видать, сгнила и сломалась. Обезьянка, названная в честь одного юзвера, 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 пользователя, тефоретника, у него был ник неиллюзорный. И вот я его обозвала неиллюзорный, сокращенно, так это петчизма в переводе на русский прямым матным текстом. Короче говоря, я беру, значит, эту штучку, где она вот протирает пули, вдруг она так раз и падает у меня. Ой, как ты там? Поднимаю, но он все живой. Я покупала это в букинистическом магазине, стиралка застирала, сказала пи-пи-пи. Я там стирала эту кошачью переноску. Короче, в букинистическом магазине Петрозаводска в 2013 году. Это у нас неиллюзорный, кто поймет, можете дать знать, ну это у меня слово вроде как или ютуб вроде как скорее всего засуспензит в каменты на рассмотрение, но вы можете дать мне знать в каменты, допустим, личное сообщение ВК, Фейсбук. Я там крайне редко соображаю, что о, вау, мне там кто-то в личное сообщение написал, мне там какая-то хейтерша написала, я только через 8 месяцев заметила, точнее через 10. Она уже аккаунт тому времени выпилила. Короче, в одноглажниках я редко бываю, они вообще глючные. Даже не помню, открыто у меня там сообщение. Короче, если вы поняли, что это такое, то дайте знать, можете дать мне знать в личное сообщение ВКонтакте, можете написать мне на e-mail, можете написать мне в директ инстаграма, директ твиттера, ну и куда-нибудь еще, куда хотите. Так, мы его пока сюда положим обратно. Так, книжка о Ленине. Слушайте, может быть, я ее даже обозревала в домашней библиотеке СМРа при свечке или при фонаре, который у нас сейчас в деревне. И мне даже в комменты вроде писали, что типа не болят ли у меня глаза от такого трендыца. Так, что тут у нас? 7 бат мореход. Ручкой зарисованный. 85-й год. У меня год был, наверное, уже. Так, это что-то тоже самопальное. Ой, я кверх ногами даже ржу. Энни, часть первая. Косарева Ольга. 2008-й год. У меня еще какая-то, по-моему, у меня инфер была распечаткой. И одна библиотекарша, тогда еще Суриковская библиотека существовала в том самом виде, который был совсем недавно, до того, как наш великий мэр и управление этого самого администрации решила, вот знаете, я не знаю, кем надо быть, возможно, ну, как бы, может быть, еще и поэтому. Хотя вряд ли. Человек, с которым я одно время очень долго общалась, мы познакомились в библиотеке. Вот знаете, я не знаю, кем надо быть, чтобы закрыть, сделать все, чтобы закрыть старейшую библиотеку города, в Угличе. при этом у женщины двое детей, как бы, и, ну, как бы, дочка могла бы сказать, мам, ну, слушай, я тут с человеком познакомилась, и вообще, как это, вот, библиотека, это духовный центр города, если закрыть ее, то, ну, кем ты себя вообще считать будешь, как ты на себя в зеркало будешь смотреть. Короче, в общем, в те времена, когда еще библиотека, была библиотекой, одна библиотекарша, которая работала сейчас с моей маман, узнав, что я, она, видать, собирала весь этот вот, такая добрая женщина, собирала всю вот эту хрень, которую печатали, даже сам издатовскую, самопальную, даже степ под сам издатовскую, текста, и, в общем, у нее там в файликах, в маленьких таких вот полстрани, ну, формата А3, да, нет, А5, хрен знает, ну, короче, формата тетрадки, файлики у меня были, у меня, Инфернасерат там была, не знаю, жива ли она, вообще, но, Тенни часть первая, 2008 год, хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе, я помню, один товарищ собирался ее зачитать, в этом самом под Уэйтон, но, вот и ныне там, тут что-то у меня пролилось, видимо, или что-то намокло, ХЗ, или это просто склеено, изначально, Короче, как-то вот оно Так, сейчас посмотрим, сороковая Нет, это специально склеено, чтобы тут оно не раздолбалось Оно ведь даже, слушает зритель Вроде как, прошито Моной В общем, вот 25.03.00.06.05.00 В скобочках Подправлена уже последняя редакция 19.12.07.17.02.08 Ва! У меня тут есть две самопальные книжки Ими не меня Вау! Эгегей! МТ-83. Убить их всех Металлика С гитарой Что ты думаешь, зритель? Тут ноты Ой, тут еще какие-то ноты Что-то еще даже Вот тут рисунок какой-то Это, по-моему, одна моя подружка рисовала Вот так раньше выглядела Ну, помимо прочего Библиотечная карточка Да, от Метла Короче, Метла и ноты тут всякие Метловские Я даже что-то играла Хотя тут по большей части Это гитарная Не для пианино Партитура В общем, вот у меня Ведь что такое счастье есть Акадьца Алкомен театральный мальчик Аговоров Жутко мне в дет становился Маман считала, что книжки, которые нравятся человеку Должны быть дома И я какие-то из них потом покупала Но эта книжка была изначально, видимо, дома 87-й год Познакомьтесь со мной Ну, вообще, кто не в курсе Я дико тащилась И до сих пор тащусь Из древнего мира Так, что-то у нас О, это я, по-моему, обозревала Ещё какой-то зритель Сначала такой едкий коммент Написал, что я тут захапала Всё, ни с кем не хочу делиться А у меня были какие-то Диски вложенные в эти Пандинтоны В какие-то из номеров Я их отсканировала Ну, в смысле Скопировала в комп И потом залила Ой, ну, этот самый На Яндекс.Диск И скинула ссылку на скачивание Человек сразу Вау, вау Типа, я зря на вас бочку катил Ну, вообще, знаете Я не догоняю таких вот Как бы Если тебе не повезло И ты узнала об этом совсем недавно Это не значит, что Человек плохой У которого это есть А ты хороший Может быть, это наоборот А может быть, вообще не то, не всё Короче, я их в своё время Сколлекционировала исключительно Что там были статейки Какие-то из грибушки Одну статейку я так и не осилила Там, знаете, абзацик такой На полустранички И в конце абзацика Я раз 5 или 6 или 7 Уже не читала В конце абзацика я теряла Нить того, что было вначале Я тоже люблю длинное приложение Три повернувшие платоса Можете почитать Очень классная штука У меня была распечатка Ещё перед тем, как оно вот здесь Вот так, ну, в одном из этих журналов Оказалось Я при бабушке ещё в деревне Летом лежала на гамаке и читала И угорала Ха-ха-ха-ха-ха Она типа, что ты читаешь? Она ей показывала Ну, не знаю, догнала она или нет Но она как бы видела Глебушку Когда мы с ним в скайпе трепались Он тогда борща хавал Так Это какой номер-то был? Да, кстати, пандинт он, по-моему, ласты склеил Но Фил Монополька Чё-то ещё Филипп Волокитин Вроде замутил Я в фейсбутике читаю иногда Хрен знает, какой это номер Но это у нас четвёртый Так А это, наверное, сказать не для слабонервных, да? Шестой Может быть, они у меня не по номерам Хрен знает А вот тут диск есть У меня где-то ещё вроде диск был Но он, наверное, у меня, может, убран ещё Потому что вот тут конкретно диск Вроде ещё какой-то диск был Я, честно, не помню Надо, наверное, смотреть тот ролик Интересно гляньте Он, наверное, в плейлисте этих книжек Пандинт он кверх ногами Ой Нет, это я его держала кверх ногами Ой-ой, не падай, не падай Баррикада, не падай На кончик положите Положите Да, я тут не обозревала У меня тут Вот с этой стороны Два томика манги Но я уже доставать их не буду Пандинтон Я их, скорее всего, это восьмой номер Обозревала отдельно Когда Никчи мне это присылал О О, Атитов Ведение в древнегреческий язык Учебник Учебное пособие Специально покупала У нас по 150 рублей У меня тогда одногруппница Пошла учиться на что-то такое православное Регента, что ли И он у них старослав, что ли, преподавал Или древнегреческий Ну, не знаю, короче Заманулась так, что Типа я себе заказала вроде И подруге Или как-то так Ну, в общем Как-то так Прикольный такой мужик был Я даже помню, что когда-то Его на В зачете записала Маленький такой ролик Как он там это Тележит Троллил только так Умный Наверное, живой еще Олег, Олег Я знаю Если я отчество Я не помню, какой он там, Олег Любовь Паренкова Свет огненной жизни Мессианские войны Свет огненной жизни Как раз вот про Кирахиминида Проходы Кирахиминида 91-й год Будь Так Стоять, не падать Сколько мелких книжечек О! Бисер и стеклярус Практическое пособие Был какой-то конкурс Мы с мамой Купили книжечку В книжном магазине Буглича На другой стороне Был конкурс Она меня попинала Я что-то такое спрела Туда послала В почтовом письме В обычном В Питер И потом Заняла второе место И мне сначала Одна книжечка пришла А потом вторая Где я там была А потом просто Присылали все Вот такие книжечки Прикольно Короче было Я может даже Сейчас себя найду Второй выпуск Я там шепота показала Наверное Первый раз Когда я что-то Выиграла в конкурсе 99-й год Это Кто не в каменах Выстрел Хватит Таис У меня этой феньки Конечно Уже не осталось По-моему Вообще Моя первая Фенька была То мне дедушка Сделал Этот самый Станок И он у меня С собой Сюда переехал Мне родня Спрашивала Типа Что-то не одела За все время Как спела Много чего У меня У коммуниздили Что-то там Выпросили Что-то я сама дарила Но знаете Родственники Приезжают Надо что-то подарить А у меня тут уже готовая Где же я тут Во Косырева Ольга Город Углич Ярославская область Это я Подписала я Это первая Бисерлэнд Тоже 99-й год Кстати Кто это делал Так Корона Коронапринт Питер Мне мама Еще книжку По бисеру дарила Мне казалось Что она у меня тут есть Но наверное Она у меня тут и есть Псу Ков Музей Под открытым небом Что-то упало Так Это что у нас Калиостров в Петербурге Хрен знает вообще Откуда Вазу Серия с собой В дорогу А вот еще Один диск Наверное Этого Подденута Насвалился А может Это и не Подденута Хрен знает Опять же На этот ролик Смотри Знание Тайновидение Тайновидение Вместо приборов Да Если такой Околоокультной Околонаучной Такой Окультной хрень Страдала Все время По-моему Это та самая Книжечка А нет Это другое Пособие По игре На фортепиано В курсе Гармонии Мясоедов Мясоедов Это мне по ходу Дела препод Оставила В наследство Книжку Про кузьку Детскую Что брала на время Так и не вернула Я ей года 4 Что-ли назад Писала Я говорю Угу Угу Ой да Наверное Я уж не знаю Где она Ну знаете Взял человек Вот это мне жалко Если честно Это мама не покупала Эту книжку Там была такая Очень неприятная история Как бы Да-да Из истории Лёлик Кстати Русский самовар Не знаю вообще Откуда он у меня Государственный Исторический музей 70-й год Короче Я с человеком Общалась Несколько лет Подряд Помогала Взаимно Так Вроде Все нормальные Отношения Ни в чем Таком Друг друга Не замечали И одна моя На тот момент Одноклассница Уже бывшая Решила петь Вы знаете Кому слон на ухо Наступил И медведь Прихлопнул Ни слуха Ни голоса Но А звезда Ну хрен с тобой На меня потом Посидела На хоре В Алексеевском монастыре Как бы Не суть важная Туда ходила Чисто так Мне нравилось петь И там Изначально Замануха была Что Старослав Изучать Но мы ничего не изучали У меня тут французский Для школьников А.М. Соколова Грамантика французского Языка 5 и 11 класс Дрофа Я ходила в свое время К репетитору Помимо прочего Ну и вот У меня тут есть Этот французский А потом Я что-то уже покупала Это уже 2002 год Когда В Кульке Там был немножко французский В Педе Был немножко французский Так Это что такое А Это я составляла Книжку Любовь которую Ты отдаешь Битлз У меня там еще Какие-то книжки По Битлз Были Не знаю Надеюсь Я все-таки Какие-то оставила себе Это ксерокопия Вообще Из какого-то журнала Ну да Мне нравилась Эта тема Вся Ну так вот Какой-то момент Она приходила Ко мне заниматься На механку Это же Преподаватель По гармонии Композиторства И соответственно Ко мне приходила Потому что У нее не было пианино Не только Слухая голоса Петь И заниматься Это девочка И эта девочка Заныкала Специально Книжку За пианино Между стеной Я нашла А преподу Сказала Что я ее украла И вот после этого Как-то отношения Пошли на нет Причем с моей стороны Мне было очень неприятно Потому что человек Как бы знал Ту девочку Без году неделя Да А меня Несколько лет Уже лет там Более пяти лет И знал как Ну не такого человека Который что-то С кому не ездит В итоге Вот так получилось Краткое пособие По анализу Музыкальных форм И гармонии Методическое пособие Я как бы Книжку обнаружила Случайно совершенно Потом Ну сообщаю человеку Она говорит А она мне выдает Другую совершенно историю В общем так Чего эта девочка Хотела добиться Ну в самом деле Она уже никак не связана Ни с какой музыкой У нее ничего не случилось Видимо она хотела Быть какой-то Всероссийской звездой В Великой Ростове 94-й год Вот лежит Малле пригодится И у нас даже были Какие-то коллективные сходки Там все как бы Нормальные адекватные люди Были Кроме вот одного Гнилого человечка И потом оно Как-то все Слилось Вниз Человеку другие Темы пошли Человек уехал В другой город Потом видать Словил звезду Она у меня до сих пор В подписке В одной из социальных сетей Мы не общаемся Но суть такая Что у нее Индийские стихи остались И вот Книжка Про Кузьку Скорее уже Потерянная В общем Как бы мы общались Практически Как вот родные Были близкие Бабушка там С ней нормально общалась Ну вообще И вот такой момент Только не надо мне писать В комменты Что я вот помню Так плохое Пробуждение Были такие сборники Гуглича Я ни в один из них Не попала Потому что Ты еще не доросла До такого Подумаешь Тебя в областной газете Печатали еще за два года До прихода в наше Лито Я даже не поняла Почему я не дошла Но в этой книжке Печатали стихи Одной моей подруги Которая в Калининграде живет И вот она мне тут Написала С панаткой Не буду показывать Мало ли Человек не хочет Боль разведу руками По-моему Я тут вообще Какая-то Перечень на этом Трючень Трядень А Тут короче Писали Походу делаю Я вообще Адрес какой-то Родственники мои Уже походу делаю Мерши Телефоны Адреса В какой год В какой год И месяц Как пчелы ходили Не буду показывать В общем И когда я попала В ДТП У меня был Есть один родственник Который как-то Проникся И он мне всякие Такие книжечки Подкидывал В надежде Что мне это поможет И я как бы Побыстрее выздоровлю По большей части Там был Бред себе Ну и мог Кто-то подкидывал Мне подкидывал Спасибо человеку Грамматика Французского языка В таблицах И схемах Для школьников Кстати да У меня грамматика Еще была немецкого Вот в такой же книжечке И там Адам Начинала как раз Что-то изучать немецкий Не знаю С какого пинка В итоге Она стала изучать Уже совсем другой Язык немецкий Мне как неслианок С этими романистическими Короче С этими языками Все вроде как польские И она у меня тоже Ну как бы Тогда забрала Что типа Вот тебе ее не надо Наверное Хотя на самом деле Мне на тот момент Было надо У меня было Я потратилась Прилично на те книжки У меня был учебник По немецкому Вот такая грамматика Еще что-то Но у меня немецкий Не пошел в итоге Вот допотопная книжка Русско-французский Разговорник Для шестого Восьмого Класса Это по-моему Вообще еще Молодости Моей мамы Да это даже Еще из библиотеки Из какой-то Из ее библиотеки Городская Детская библиотека Дом Улица Ленина Дом Четыре Шестьдесят Первый год Списанная Уже глубоко Учпед Гиз Шестьдесят Один Шестьдесят Один Точнее Так что-то у нас Вау Здесь я Был Пятый Межрегиональный Фестиваль Современной поэзии Логарифмы Коврайский Надежда Кудрич Андрей Коврайский Надежда Кудрич Что вы организовывали Я не знаю Вообще Живы Логарифмы Сборник Произведений Участников Что у меня Там было Там вообще Было Это У меня где-то Есть пара Или тройка Дисков Где вот По тексту Срыло Было Ну Смысл Меня тоже Записывались Мы там В студиях Иногда Стебалась Я посылала На Ну знаете Когда вы посылаете Что-то такое Супер клевое Супер хорошее Вы не проходите А посылаете Какую-нибудь Хинею И вы проходите И вот Я специально Нацепись Посылала Хинею Почему-то Проходила На каком-то Диске Есть какой-то Длинный Стишок Так Серебряная Даль Сборник Поэзии Проза Литературное Приложение Художественно Поблистическому Монаху Гамаюн Четвертый Окрытый Городской Литературный Конкурс В каком-то Есть Мое Стишко Типа Типа Проза Как второе место 2009 год Ярославль Сейчас узнаем Тут вроде Было оглавление Надеюсь Да Тут есть оглавление Не поверите Диньки Тут есть Там какой-то Дурацкий Такой стих Написала Второе место Причем Мне дали Когда я Без моего ведома Даже посылали Я там Вся пробовала В какой-то Такой теме Совершенно Несвойственной Мне Потом Еще в газетке Углическое Печатали Хрен знает Тут такой Клинописью Что я вообще Как-то Не помню Как я выгляжу А вот Извечный Вопрос Ольга Косарева У меня с названиями Так всегда Туго было Я даже не помню Как она В реале Называлась Сам себе Доктор Какой Хоть год Ух ты Слушайте Тут У меня Такие Книжки Есть Надо Как-нибудь Полистать Тирослав Денадцать Второй Год По старинным Подстраницам Старинного Лечебника Рецепты Приемы Снохарей Народных Вращевателей Колдынов Надо Некоторые Книжки Тут Ну С той Вырезкой Оставить Полистой Как-нибудь Я же еще хотела Я не помню Обозревала Это троек Деревенский Или Только думала Или где-нибудь Постила Или Тоже только В мыслях Это было Хотела составить Свою личный Травник Вот то Что я сама Собираю Для себя Юзу Знаю Для чего Оно И от чего Помогает Но пока руки Не дошли Вот Вот как бы К тему Это что вообще Такое Духовные Предтечи Ленина Повесть о себе И ком-то там Кто-то мне давал Какие-то вырезки Почитать Но видимо Они так еще И не прочитались Стоят Чтобы Ну когда не прочитаю Вот это я покупала Когда поступала в Пет Там был такой магазинчик С художественной Требухой Я что-то зашла Мне тогда хотелось Что-нибудь купить Кучу Все она покупала Еще Кот там Жрет Хавчик Как он там Ретушь Еще покупала У меня даже В коробочке Где-то лежит В кровати Библиотека Учителя Изо Н.В. Одноуралов Материалы Инструменты И оборудование В изобразительном Искусстве Вообще-то 83-го Года рождения Тут где Ничего Нет Ничего Так Это мне подписчица С Украины Горилла Рицарь-вампир Первый томик У меня по-моему В процессе чтения Вообще Я не помню Мангу-то я осиливала Или нет Но Аниме-то я два раза Пересматривала Вообще Мое любимое аниме Это Рицарь-вампир И Предательство Знает твое имя На имя или как-то так Урабоку Короче С Урабоку Вообще Пришла моя любовь К Скалейту Но У них был такой Интересный сайт У команды Что переводила Урабоку Я помню У них какой-то Ой, что-то упало Да, вон Эти книжки попадались Пошла такая тема Что человек 67 лет Преподававший Несколько лет В Японии Русский Японский Или что-то в этом роде Написал им Что я типа Как бы знаю Отлично японский Вам Блин, если ей 67 лет И отказали Мне там на тот момент Было 20 с чем Думаю Как-то стрёмно А у них стабильно Вечно кто-то требовался Не раз полгода Отвечали Короче А Багиров Битлз Моя Любовь Любовь Моя Покупала На почте В солнечном Когда-то Лет 16 Наверное Сейчас даже гляну На какие-то Дофига Сэкономленные Деньги Рука Не поднялась Ее А 93-й год В каком году Покупала ХЗ Так Магия РУ У меня была Куча тетрадок Три по-моему Рукописных тетрадки Там какие-то Пассианцы Екатерина Велика Ещё Чё-то Ещё-то Ещё-то Астрологическая тетрадка Жива Я всё время Это всё раздавала Кроме астрологической тетрадки Что-то ко мне вернулось Что-то не вернулось Что-то вернулось От таких людей С которыми я даже не была знакома На тот момент Когда отдавала И 35 колод Что-то выкинулось Что-то сожглось Что-то забралось Что-то скоммунизилось Что-то скоммунизилось Уже после того Как я их Практически все Вернула к себе обратно Причём Скоммунизилось Так ещё Типа А чё, тебе жалко Что-либо Подумаешь Память о маме Короче И потом мне стали К всякому не рень Отдавать Всякую такую хрень Как бы То, что мне Что-то было моё Когда-то Вот что-то я покупала А потом А там кому-нибудь А что-то вообще Как бы Ко мне Никаким местом Но вот они решали Что вот это должно быть у меня Вот тут у нас Познание человека Магия рун У меня даже где-то Есть эти руны Я даже вроде Самопальные руны Делала Секреты Тара Так Кулинарные секреты Это Ух ты Детская библиотека Списанная уже Еще мама Значит Дела почитать И так и оставила Со своей работой Собственной Борьба за огонь Ронни Мне нравились Такие допотопные книжки Так Грамматика Французского языка Домашний репетитор 98-й год Я тогда еще ходила К репетитору Попутно 60 устных тем По французскому языку 98-й год Тоже Это что такое Рим или смерть Это мне подарила Мамина подруга Но по-моему Я ее не осилила Так Сейчас к эльфу подойдем Какая-то фигня Музейная фабрика Постилы в Коломне Ой Это мы с пеньком были Но пенек По-моему Меня уже давно Не смотрит Ярославский Альманат 2009 Я вообще не помню Что там Все что было Все Все которые мне дарили Просто творники Знаете Вот заходите На какой-нибудь Литературный конкурс А вам в подарок Дают кучу книжек Которые Сам издат Или типа того Ну издала Ярославская Издала Ярославская область Каких-то поэтов Которые Вообще никому не нужны И вот эти все толмуты Где меня соответственно нет И оно мне нахрен не нужно Вообще смысл Дарить человеку Который выиграл Что-то в литературном конкурсе Какой-то Хлам Макулатура Что-то такое вообще Куда кучу бюджетных денег Уложили Оно совершенно Не оправдало себя Я их подарила библиотеке И некоторые дарила Еще когда вот только Приехала с Ярика С кучей кирпичей Маленький Худенький эльфик Вот это вот тяжелое Еле допер до дома С Ярика до Углича И потом библиотеку Ну зачем это О Одуванчик Ольга Кострова Лито имени Сурикова Бород Углич На самом деле Это Лито не имени Сурикова Это изначально Литературная гостиная Ну кому интересно Кусок моего диплома Литературную часть Гляньте Так это То что я тогда так ждала Ждала Может как нибудь Куда нибудь Кому нибудь пошлю Может и не пошлю Может вложу там это Там по моему Фотка Лилии Фотка еще чего то было Я послала тогда С парфюмами Я тут когда Парфюм раздавала Двум человекам Я не помню кому что Лилия осталась Или Вид на Углич С экшн камеры Короче вот у меня даже Я тогда хотела Этот конкурс сделать Или что то в этом роде Так и не доживалась Вовремя Эти открыточки Они пришли позже У меня тут есть один конвертик Марку только наклеить Углич Ярославская область Можно как нибудь Кому нибудь Что нибудь послать Евпатория с любовью Это уже не мое В смысле это уже Тут Лена задарила Евпатория еще одна Так Ф то что я еще не читала Служитель кристалла Ой черти куфалу Так Служитель кристалла Два меча Одинокий эльф Незримый клинок Хребет мира Его с волкодавом Кучу роднит Кто читал волкодава И читал хотя бы частично Черного эльфа Темного эльфа Должны понять Тысяча орков И море мечей Я не уверена Что они тут были по порядку Так Надо их куда-то Приложить Немного осталось Зритель Немного Готовлю на пару Если хотите Обозрю Это мне несколько книжек Пара очка Или троечка Лежит до сих пор на кухне На микроволновке Моя тетя отдала Ключи Если хотите Может дать Знать в камен Я как-нибудь обозрю Англо-русский словарь Покупала специально Когда стала заниматься Переводами манги В 2015 году Уже в бывших Вроспавшихся Рейндропс Англо-русский словарь Покупала Наверное Когда В Пеге училась Французский Русский словарь Еще мама мне покупала Что ты там унюхал Чучело Так Эти бумажки Я кстати забыла Подобные бумажки Обозреть Когда Обозревала Тут этот Купеновские Подарки Кажется Этот ролик Еще даже Не смонтировала Финский Русский словарь Кажется Я его покупала Несколько позже Возможно Уже когда В Пеге училась А может и нет 2005 год Значит Еще допила А может и нет 2006 год А может Да Одна Скорее Когда Вот только В Пеге Поступала Там Шарахалась Как раз С Любой И Олеськой По книжным магазинам Так Что тут у нас А вот Немецкий Разговорник Остался еще Грамматика Со словарем И сама Этим учебником Ушли Новики вечные Русско-немецкий Разговорник Великий Новгород История Республики Карелия Я когда-то по Карелии Тащилась Помню Торчала На всяких Этих Финских ВК Пабликах Все что у них Происходило Знало лучше Чем у нас В углич Или в области Так Французско-русский Словарь Современного Сленга Ненормативной Лексики В каком году Хоть я его покупала То 2008 год Русско-французский Разговорник Это возможно 2000 год Да Это наверное Еще в школе была Последний год Щиколы Тише Только не вздумай Никуда прыгать Сейчас отсюда Я кстати Нашла Такой Этот момент Мочку Резиновая Он почему-то Так этого звука Боится Внезапно Совершенно Сегодня Случайное Открытие Русско-финский Разговорник Какая-то Сальвадор Дали Тайная жир Сальвадора Дали Это мне дали Почитать Навеки Вечные Так руки Не дошли Эдит Пиаф Тоже Какая-то Потопная Книжечка Чего у нас тут Граматика Сборник Упражнений Я занималась Когда Тусила В одной Комбании Люди Там бухали Курили Лёля Английским Занималась Это я не знаю Что это такое Тут какие-то Песни Руссконародные А нет Тут один Самоучитель То у меня Всё-таки Остался Возможно Когда-нибудь Немецким Я займусь Учебник Томо Самоучитель Остался Может я его Уже позже Покупала Немножко Тут порванный Почему-то Кусочек Это что такое У меня ещё была Рок-энзиклопедия Ровесника Она вся развалилась Я то ли её В сад снесла На сожжение Да, наверное В сад снесла На сожжение Это мне мама Списывала С детской библиотеки Она мне одну книжку Вместо того Чтобы сдать Макулатуру Отдала мне Рок-ссср Рок-музыка Там был какой-то Такой красивый Панк Слушайте Тут какой-то Календарик Кстати Я ведь календарик И открытки Коллекционировала Помимо прочего 1993 год Хрюша И этот Как он Не Степашка Собачка Короче Хрюша и собачка Вот ещё Вот этот Календарик И календарик Это афишка Кузькины Панки Тут сама Кузька 2008 год Я сегодня Стирала Занавесочку Фу Не занавесочку Эту как Я там Скотирушечку Отбеливала Даже Которую Кузькина мать Подарила моей маме Ну в смысле Ну да Вы поняли Так Япония 46 Советская Россия Это мне какая-то Знакомая Отдала Ну тут по-моему Какая-то очень сильная Такая уже Допотопная информация Совсем Не то что Хотелось бы А это Деревянная Япония Деревянная Японская Дощечка Написана тут Ну чё люди Короче Тут это все Книжки Там ещё Снизу будет Я наверное К ним Сегодня тоже Вернусь Потому что Пыль-то я всё ещё Протираю Но я пока С вами не прощаюсь Ты уж извиняй Зритель Но я чё-то так Умоталась С этой пылью Что решила Что вот эти Книжки Ты можешь Рассматривать сам Я тебе тут Это так поставлю Через какое-то Время Поверну камеру И ещё Поверну И ещё Поверну Может когда-нибудь Я их достану И отдельно Потрясу Перед твоим носом Но явно Это будет Не сегодня Я думаю Ролик и так Довольно большой Вышел И Хорошо Такой обзорный По крайней мере Большую часть Книжек Чаще всего Ты не видишь В кадре И Им наверное Обидно Там наверху Несколько Фотоальбомов Моих Но я как бы Их и не планировала Бы обозревать Я даже вот Поднесу Штативчик И пара Каких-то моих Даже не пара Может Записнужек Которые Я бы тоже Не стала Обозревать Тебе По определенным Причинам В общем Верхний ряд Не обозреваемый Это Моешь увидеть Обезьянок Вот тут Сан-Зевса Генрихман Я кажется Не осилила Мария Марию Семенову Наверное Отдельно Обозревала Греческий Роман Скорее всего Тайса Финская Может и нет Книжка 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 Которую Мне когда-то Вроде Отдали Ну вот Как раз И серия Тех книжек Которые Мне Отдавали Малыш Карлсон У меня Было Два Один Забрали Один Оставили Чего-то Ещё Магия Буду Я вроде Когда-то Обозревала Какие-то Такие Книжки Может просто Трясла Перед Камерой Честно Не помню Ну если Ты сильно Так захочешь Ты можешь Предзаказ Оформить Я тебе Эти книжки Достану Потому что Тогда уже Будет Как бы Ну Как бы Резон Будет У меня Какой-то Стимул Заняться Всем этим Вот Доставанием Что тут У нас А я Приблизила Думаю Что у меня Так это Короче Преступление В мире Экскусство Мне подарила Мамина подруга Как-то Но что-то Оно мне Не пошло Так и Стоит Скирские Войны Я когда-то Покупала И читала Адуб Фотошоп Мне кто-то Тоже Задарил Но это Какой-то Еще тогда Я даже Не помышляла О фотошопе Так Что-то у нас Еще Повести Гайдара Еще Какая-то Магия Семенова Помпея Я обозревала Но их Так и не Осилила Это не те Помпеи Это просто Какие-то Современные Помпеи Про Допотопные Помпеи Потом Мне еще Кто-то В комментах Писал Что Типа Того Что Я тут Обозреваю Книжку Которую Не читала Видать Его Очень сильно Бомбило Сам Не читал Или читал Но Хрен знает Нумерология Какая-то Допотопная Книжка Французский Видимо Мэри Поппинс Там Есть Еще Какая-то Книжка Которую Моя Лиспеда Короче Женщина С которой Мы общались Задарила Еще Что-то Так Наверное Надо Отдалить Тогда Все это Увидится Мы Славяне Мария Семенова Это еще Моя мама Покупала Я Наверное Стопудово Ее обозревала Еще на Механке Потом Куча Книжек Про всякие Там Компы Системы И прочее Ну И как-то Вот Вот так Так что Все Зритель Пока Не забудь Поставить Палец Кверху